Весьма краткий инструктаж и бойцы готовы уже стартовать. В красных шортах у нас Фарук Салимов, в белых Сабид Жусук. Сабид, как мы видим, повыше. Осторожное начало, больше двигается Фарук Салимов и спокойно центр занимает Жусупов, ждет и наблюдает за реакцией оппонента. Пока все без ударов, уже 30 секунд позади и начинает буквально по сантиметру выигрывать пространство спортсмен в белый шортах. Размашистый оверхенд от Фарука, причащийся куда-то в плечо больше и обратно возвращается к той же самой ситуации. Сабид Жусупов поддавливает, выцеливает пока, но удар не выбрасывает. Опущенные руки у Сабид уверен, он в своей скорости. Он раздергивал еще сейчас, показывал, что может быть будет проход ноги, но нет, пока практически минута один удар. Но на самом деле рефери Джамид Дин Гаджиев может и вмешаться и сделать даже предупреждение обоим бойцам. Ну, разведка действительно как-то затянулась. Вот, пожалуйста. И отлично в корпус. Вот Сабида Жусупова. Получилось прямо по центру. С боковым пошел вперед. И здесь становится понятно, что есть расчет на борьбу. У Фаруха Салимова дернул он руками и причем сделал это в полуавтоматическом режиме. Здесь навстречу здорово снизу пробивает уже Жусупа. Сабид, кстати, действует весьма расчетливо и очень экономно. Это Диантей Уайлдер в последнем бою, которому хватило всего одного попадания, как мы знаем. Вот опять ищет возможности Фарух для того, чтобы перевести поединок в борьбу пока не удается. Вот задвигался чуть более активно. Сабид. И становится понятно, что в принципе он готов работать на куда более высоких скоростях. Но его основная задача, по всей видимости, сейчас просто вторым номером подействовать, посмотреть на что готов сопернику. Встречает, стучает. Неплохо. Другой вопрос, что Фарух Салимова довольно резко идет вперед. Останула сейчас Фарух Салимова. Останула сейчас Фарух под нырнул. Зайти в борьбу, контролирует одну ногу. Вполне возможно, что Сабид Жусупов хочет продышаться, посмотреть. Может быть даже сыграть в длинную. Разрывается дистанция. Более чем уверенное поведение Сабида Жусупова. Есть кровотечение, чуй колено. На встречу попадает. Можно бить кулаком в голову здесь. По корпусу Хаммер Христы не пробивает. Сейчас, скорее всего, освободит ногу и станет все совсем плохо для Салимова. Но Гонг фактически его спасает. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотрим повторы. И вот тот самый удар. Чуть не хватило. Какой хайтик с разворота получил. Какой хайтик с разворота получил. Да, с разворота и практически в челюсть. Там еще и кровотечение. Износ довольно серьезный у Харуха Салимова. Затрудняет кровотечение от дыхания. Практически односторонний раунд мы с вами увидели. Ахиллес во всей красе. Посторонние люди должны покинуть ринг. И встреча сейчас продолжится. Очень важно Салиму выбрать момент для входа в борьбу. Потому что на встречу здорово пробивает Жосубов и коленями, и апперкотами. При этом надо отметить, что у Сабита это весьма неплохая защита от борьбы. Потому что пытался поймать как раз ногу на болевой Фарух. Выкрутился очень спокойно с обид Жосубов. И перешел за спину сопернику. По-прежнему экономное начало. Жосубов не взвинчивает темп. Больше работает ногами, так же как и в первом раунде. Правосторонние стоки левшие. Недолго находился Жосубов. Попытка перейти в борьбу вновь неудачно. На выходе мажет свою серию и сабит. И снова кровотечение открывается из носа у Фарух Салимова. Но мне кажется там даже и не прекращалось особо. Чуть-чуть поработали катманы и все. Ну здесь есть по правилам у рефери право отвести бойца к доктору. Естественно, как и во многих. Ну и тут могут даже снять. Если увидят, что боец... Посчитают, вернее, что боец продолжать поединок эффективно не может. На сближение один удар справа. Попал сабит Жосубов. Отработал корпусом. Выцеливает сейчас. Начинает вновь сближаться. Очень сильно опасается Фарух соперника. Боится идти в борьбу. Он теперь тоже попробовал напугать таким движением. Сабит соперника... Ну нет, пока по-прежнему эффективных действий мало. Но когда они есть, тут результат налице. Вертушка не получается. И такое ощущение, что сабит хочет провести просто идеальный бой. И не получить никакого урона. Абсолютно никакого. Но пока сейчас так и получается. Меньше минуты остается до окончания второго раунда. И здесь... И вдруг... Ни одним точным попаданием не отметился. В отличие от Сабита, как в предыдущем эпизоде было, например. Скоростной хайкик. Но вложиться у него не получилось. Центр тягости не перенес. И поэтому нокаута мы сами не увидели. Зажался в углу. Отмахивается больше Фарух. Пока двоечками выцеливает откровенно Сабит. Мне кажется, он просто ориентируется на чистое попадание. Чтобы все закончилось одним ударом. Вот опять мимо. Хорошо ушел. Проваливает он Фарух Салимова. Не будем забывать, что воинец красных шортах у нас вышел. На коротком выдавлении. Ух, ух, опасно. Еще пошел навстречу головой вниз. Фарух чуть не налетел. Как четко. Мне очень нравится, кстати, что Сабит Жасупов как робот действует. То есть очень четко в алгоритме. Очень экономно. И даже по программе такое ощущение. Четкий угол подъема колена. Прямо скажу, что разница в классе. Она здесь видна. И в принципе сил еще особо не потратил Сабит Жасупов. Он даже не начинал, мне кажется. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку. На винлайн.ру Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм. Время ставок. Несколько раз в перерыве нам показали повтор того самого хайкика. Получилось очень эффектно. И отчасти эффективно. Но надо дать должное. Все-таки и Салимову держит он ударщик. Доживет ли до конца боя? Вопрос, который висит в воздухе. Третий раунд. Скажем так, шансы есть. Но, конечно, их постарается нивелировать Сабит. Третий раунд. Бой! Не так много движений. Джеба начинает. Фарух. Джусупов аккуратно вкатывается в каждый следующий раунд. Мне просто очень нравится, когда он работает на дистанции. Он изначально выбрал свою удобную для себя дистанцию. Таким образом, Фаруху нужно сделать дополнительный шаг, чтобы просто приблизиться. Ну а естественно Сабит все чувствует, оттягивается назад. Ему сейчас очень комфортно работает второй номер. Он разозлился сейчас наконец-то. Фарух Салимов пошел вперед и поплатился за это. Не совсем понятно, куда точно пришелся удар, но похоже, что корпус пробил. Но мне показалось, что когда опускался на колени, он схватился как раз за область печени. То есть за туловище. Если да, то это скорее всего конец боя. Но здесь, мне кажется, просто... Да, бой закончен. Да, да. Здорово. Вот единственное точное попадание, которым отметился. Сейчас посмотрим на повторе, как это было. Столкнул соперника к канатам и все закончил одной точкой. Ну молодец, Фарух. Рискнул. Пошел вперед. Вообще без сомнений. Мог дальше продолжать принимать удары и чувствовать ни в коем случае не издевательство, но все-таки определенная беспомощность в этом поединке. А здесь, да, пошел вперед, рискнул, получил навстречу, проиграл бой. Но достойно выглядит. Особиджу Супов... Для награждения победителя в Рим приглашается. Более чем уверенное выступление. Вице-президент Тотал Кобот Федерейшн Мирзакулов Бахтер Черевич. Ваши бурные аплодисменты. И как мы видим, порог Салимов не остался на церемонии оглашения. Победителя. Ну удар там был такой, после которого сохранить вертикальное положение вообще довольно сложно. Мы видели его помогать. Победу нокаутом одержал Сабиджу Супов! Очень спокойно, кстати, отреагировал Сабид на свою победу. Но мы его поздравляем. Хороший результат. Это девятая победа в карьере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА